Ну что, доброго времени суток, дорогие друзья! Мы с вами врываемся в прямой эфир и будем смотреть с вами финал турнира под названием BTS U-1. Участвуют два коллектива Na'Vi и Fantastic Five. Ну и мы, собственно, готовы, вроде как, транслировать этот матч. Для вас у микрофонов будут работать сегодня адекваты Milestorm. Ну и, собственно, привет всем, я думаю. Да, привет огромный всем. Рад то, что нам сегодня удастся посмотреть этот замечательный Best of Five матч. Вчера были игры с участием Na'Vi просто огонь. И сегодня, судя по пику, нас ожидает тоже масса интересных вещей. Ну, в частности, уже. Да, да, собственно, уже, как вы видите, первая карта стартовала. Немножечко извиняемся, конечно, за то, что у нас стрим прерывался. Надеюсь, сейчас он возобновится и все будет окей. Есть новость такая, может быть, для кого-то радостная, для кого-то нет. Сегодня у Na'Vi играет Stand-In, собственно, вместо Dendy, как товарищ ShadowBeh, многим, думаю, известный, будут катать, как раз-таки, на мидпозиции. Очень странно, честно говоря, то, что на финале не будет Dendy. Прямо как-то совсем странно. Ну, да, да. Как-то вот шли-шли Na'Vi полным составом, играли вроде бы здорово. И тут на последнем матче его просто нет. Не знаю, с чем это связано. Нет информации о том, куда же пробивал Stani. Ну, вот, уже, по-моему, со вчерашнего дня было известно, что он сегодня не примет участие в рамках этого матча. Я понял. Ну, ладно. Бог, в общем-то, с ним. Но на самом деле, конечно... Ладно. У меня нет слов просто, на самом деле, по этому поводу никаких. Но, честно говоря, посмотрим, как ShadowBeh выступит. Играли уже ShadowBeh и Na'Vi, только заменял он тогда ArtStyla. И, в принципе, ну, смотрелись они очень хорошо. Но, как бы вы сами понимаете, что ArtStyla и Dendy немного на разных позициях играют. Будем надеяться, что все будет хорошо. Хотелось бы отметить... Ну, Na'Vi, как всегда, вот этот Ценкинг. Есть у них еще и Зевс, Мирана и Мирана плюс Бейн, можно сказать, связочка. Такой необычный херопул. Но Fantastic Five нам показывают Outworld Devourer. Мало того, что они с ним уже играли и играли хорошо, но сейчас еще и стоит отметить, что этого героя подняли, буквально вот во вчерашнем патче, и он теперь чуть-чуть лучше ворует интеллект. И на самом деле... Ну, как чуть лучше? В два раза на первом левеле лучше. Может довольно сильно повлиять. Ну и вообще этого персонажа мы практически не видим в компетите в Доте. Интересно будет посмотреть. Но против него есть хорошая контра, на самом деле. Вот этот Antimag, это... Грозный парень против ОД. Вообще Last Pick'ом, конечно, зашел замечательно этот АМ. И не только против Отвола Devourer, еще против всяких дазликов и так далее. Пробуй поймать этого самого АМа. Но если так посмотреть, у Fantastic Five там немного контроля против Antimaga. Ловить его особо нечем. То есть будет тускарским, тусноуболом, балраспанчем. Ну, Devour может спрятать. Как бы это тоже особо контролем не назовешь. Все остальное лишь только может как-то покусывать этого АМа, не более того. Ну вот Last Pick, правда, есть еще у Warzika. И есть возможность подумать, что же забрать. Вроде как, Гостик у них играет на тускаре. То есть это будет оффлайн тускаре, поэтому должен быть еще один суппорт. Суппорт с Disable. Хотелось назвать Shadow Shaman, но он в последней стадии отлетел. Может быть, Майл... Да, какой-нибудь вообще любой саппорт с контролем, чтобы как-то ловить этого Antimaga. Потому что пока что АМ слишком хорошо заходит. Если против него ничего не будет, он здесь просто будет действовать безнаказанно. Но думает Fantastic Five, что они приготовят к этому АМу. Да, непростая задача. При этом герой должен помимо того, что еще этого Antimaga как-то ловить. И не особо страдать от кастов-про-кастов Na'Vi. Который играет таким пиком очень хорошо. Как раз вспоминаем вчерашний встреч по Телега Складром. Первая карта, вот эти вот Цинькинги, Зевсы. Там, правда, была еще Спектра, Аппарат. Но заходило все очень круто. Ребята бегали по всей карте, устраивали экшн. Выдавали нюки, уничтожали противника на протяжении всей карты. Так что тяжело будет. Тяжело будет выбрать и нужного такого персонажа. Это Nyx. Ну, вообще, интересно. То есть Nyx вроде как, да, станом обладает. Плюс ко всему еще и Monopern, штука такая, которая впоследствии может помочь. Ну и, ты знаешь, даже против Санкингайзи в Санне плохо смотрится. Ну да, в общем-то, смотрится здесь гораздо лучше этот Nyx, чем... Мне кажется, даже тот же Леон. Ну так, обдумали хорошо этот выбор. Действительно, в Инвизе ловить Айма можно будет здорово. Плюс сочетается довольно-таки неплохо с вот этой вот комбинацией с Outworld Девауэром. Он может дать станчик под тюрьму вот эту астральную. И довольно тяжело от него даже антимагму вернуться, если все правильно сделать. Ну, практически невозможно. Тайминги, тайминги. Вот эти вот нужно будет соблюдать постоянно на протяжении всей карты. Что интересно, Fantastic Five избрали немножечко другой путь расстановки по линиям. То есть они, взяв Nyx'а последним пиком, отправят Костика на нем, на сложную. А Йол все-таки будет играть на суппорт Ускари. Такой вот расклад. Ну и, собственно, чтобы завершить распик Fantastic Five, по остальным героям тоже пройдемся. БЗ, конечно же, на миду будет стоять на Outworld Девауэре. Фармит у нас Седой на Джиггернауте. Ну и Арзик на суппорт Асли. Так, ну и команда Na'Vi. Арс Тайл будет играть на Байне. Санейка на Санкинге. Дети Арана на антимагии. Ахмо на Миране. И Шадовех на Зевсе. Не, посмотрим. Посмотрим, насколько он хорош. Да, трансляция под названием «А Денди смог бы» продолжается. Ну, на Зевсе, правда, непонятно, чтобы он смог. А молнию нужно дать или как-то, или ультимейт во время прожать. Ну, Денди на Зевсе был хорош, это факт. Шадовех, я знаю, тоже очень хорошо играет, особенно в пабликах. Он имеет там довольно высокий рейтинг. И именно оттуда он многим известен, в общем-то. Вот как в про-сцене у него получится, непонятно. Но где-то уже писали, что он сегодня будет бустить на миде. В общем-то, посмотрим, удастся ли в рамках этого Best of Five на бустить ТТС. На Зевсе-то. Как минимум на первой карте. Ну, пробежаясь, там, те времена, ребята из Fantastic Five по тяжелому лесу. Проставили один обсервер, видим. И благополучная пятерка отходит ближе к мид-линии, пробегая под вардом оппонента. Видим, это прекрасно. Видят ребята и знали. Ну, в львове, что же не поставить. Здесь драться особо никто не будет. Забирают нижнюю руну, удовольствуются этим. Ну, немножко неприятно против УД драться. Он прячет тебя одного героя, и ему уже никуда не уйти. Как бы навязывает. При этом может даже при этом не драться. Убирает хорошо позицию. Сейчас посмотрим, как он будет выглядеть на миде. Стоять он будет против Зевса. Ну, в принципе, Зевсу главное не подходить. То, что он сжигает ману своими ударами, довольно-таки критично. Для Зевса важна мана. Он только с помощью нее добивает крипов. Ну, посмотрим. Мы пока что вкачал тюрьму. На 4 секунды прятать тоже можно очень здорово. Это тоже знатно мешает восхитить. А, и с Тускаром можно немножко их обменить. Посмотри, уже Айшарс полетели. Санейка, правда, подкопал. Немножко подразмяли БЗЗ. И что там дальше-то на развороте? Будут ли какие-то астралы? Пока астралами БЗЗ не пользуются. Ну да, ну там дэмэж на самом деле на первом левеле очень маленький. Да и в принципе он небольшой, потому что он АУЕшный. И если бы он был прям очень большой, то, конечно, ОДС и Ганюм был бы слишком силен. Ну, пока что качает себе ауру. Понятное дело, что арбой раскидываться на первых левелах тяжело. Здесь прежде всего аура и второй спелл будет макситься. Но чуть попозже появится обязательно. Хотя бы на единичку. Тем временем Ахмо у нас на хардлине вкачивает лип стрелу. Взял уже себе второй левел. Видимо, в крипах где-то. Хотя, может быть, и на лайне. Но в любом случае он в любой момент может уйти с лайна, пойти в лес, зафармить большого крипа стрелу и добить маленького. Аккуратненько. Да, ну вообще на этой линии-то ему особо никто и не мешает. Будем откровенны. Есть только Даззл. Окей, даст он свой Крайзон Тач. Скажем, вот он на развороте стрелу просто выпустил. Ярзик сам уже страдает. Поэтому здесь, ну, Мирана особо прогнать, наверное, с линии не получится. Сидой, соответственно, тоже у нас милишник, пока до этого ранжечка добежит, сам без хп останется. Так что Ахмова более-менее, как минимум, при экспе здесь точно будет. Так что, я думаю, пока сложно ли уходить, нет смысла. Ну, при этом, конечно же, никто не говорил о том, что Джиггернауту здесь будет плохо. Он также на фрифарме. Тоже крипочков аккуратненько добивать. Сапог он взял на всякий случай, чтобы, если была возможность, атаковать у флейнера. Но сапогом пока особо не воспользуешься. Ой, как больно Даззлу. Даззл прям что-то очень больно. По-моему, умер. А вот тут, может, инвиз, инвиз, может... Ладно, вот так вот Ахмой играет. Отлично, лип. Просто руну убирает. Арзик в итоге юзает, таки фейрифайр. И выживает. И Ахмо отдал хп. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, Ахмо. Как здесь классно сыграли фантастик файп. Ну, пожадничал очень сильно. Увидел, мог бы увидеть, что джаггера нет на линии. Плюс ко всему, ты и так прогнал саппорт. Ты уже в большом плюсе. Вернись на лайм. Все будет у тебя хорошо. Но пожадничал. В итоге седой забирает килл. Отличный начал для фантастик файп. Даззл умирает от крипов, чтобы вернуться побыстрее на базу. Вообще, вроде бы, неплохо все делал Ахмо. То есть, он понимал, что там инвиз, Даззл может взять и выжить. Он через лип убил инвиз, вроде бы, начал добивать Даззл. Он просто немножко не платил хп. И, опять же, фейрифайр все портит. Как же решает этот вот очень бюджетный такой мини-айтем, да? Расходный материал, когда вот на каких-то начальных разменах. Ты вроде бы, казалось бы, уже рассчитал все. Ты знаешь, что сейчас будешь добивать противника. Он юзает фейрифайр и выживает. Да, это как раз таки. Ну, поэтому он и стал так популярен. Хорошая фишка с этим новым артефактом. Мне очень нравится, как он используется. Ну, юзабельный, юзабельный, да. Очень юзабельный артефакт. Продолжается у нас, в общем-то, пока что пассивный довольно-таки лайнинг. Патма чувствует себя более-менее, несмотря на отданный Ферстблод. Что касается Никса, вот он чувствует себя плохо. Несмотря на то, что он фраги не отдавал, но он все-навсего первый левел. И ничего он не может сделать абсолютно. Если он выйдет, его сразу там закопают, заслипают и убьют. И антимаг получит дополнительный фарм. Поэтому очень неприятно. Удэ в миде вкачал себе уже ауру. Ну, понятно, что да, аура здесь должна макситься. Мне интересно больше, как он поступит с тюрьмой. Все-таки будет ли Е давать приоритет или Арбе, которая ворует все лучше инту с каждым левелом. Так, и вот как раз-таки Никс. Никса копают, забирают дабл-дэмэдж. У него даже карапасов нет, он копает дипса. Первый, первый уровень, да. Ну, вот здесь вообще будет практически нереально. Вот дают ему слип. Снэка дабл-дэмэдж поражал. И просто молнии спокойно забирает шедовер. Ну, сказывается отсутствие вижена у Фантастик-5. Вот здесь на руне. То есть вообще ничего не видит. Более того, здесь его сам видел. Стоит обсервер. Видели, что делаются здесь стаки. Ну, то есть в этот момент полностью читали Na'Vi. Ну, и, в общем-то, этот Сенкинг был как на ладони. Вот легкий фраг для Na'Vi в таких получился. Да, Сенкинг с третьим левелом начинает уже потихоньку фармить себе. Конечно, очень хорошо разгоняется этот Сенкинг вот в этой новой доте, которая дает чуть больше золота. Мирана, тем временем, приносит себе рецепт на Врайсбак. Ей бы, конечно, сапог купить. Не хочется Ахмо вообще. Замечательный артефакт. Ему помог бы против Джиггернаута и Дазла. Но пока что ходится без него. Выходит на мид. Может, покидает стрелы сейчас в ОД. Вообще, да, вроде хочет как-то загангать. Вроде у Зевса уже и третья молния имеется, и арканы. Готов он, если что, от ОД с 1 каста разваливает. Но вот опять же, нужна фиксация. Давайте посмотрим на исходный Ахмо. Выдает стрелу так, чтобы ОД отошел. Но ОД не отходит в этот момент. Стрела улетает никуда. Ну, и здесь в итоге выход от Мирана не удался. Ну, такой герой, герой казино, да, так называемый. Повезет, не повезет. Смотрите, что делает же у нас тем временем Йол. Он отводит крипов на вот этот спаун. Довольно-таки хитрым способом здесь каким-то... Ну, опять зажимает айшардами, судя по всему. Ну, да, видимо, там что-то придумал он с айшардами. И это, конечно, очень неприятно для Зевса. Но, как мы видим, по экспириенсу пока что Зевс вообще не отстает. То есть он делает, видимо, это первый раз. Ну, и Зевс просто уходит там на свою линию, блочит крипов. Возможно, даже не первый раз, потому что я уже не видел, как БЗЗ там отбивался чуть ли не около Тер-2 Тавера. Было ему довольно-таки тяжко. Но, тем не менее, опять же, самое главное, что Зевс практически не отстал. Вот сейчас он буквально еще чуть-чуть и получит шестой левел. Все, есть ульта. Ульта есть. Можно... Можно убивать. Сейчас где-нибудь Бэйн, Сынкинг. Да, вот Сынкинг уже, хоть и говорят, со Солрингом. С МП проблем никаких не бывает. Тут надо найти противника. Кого же убивать? Вот хорошая цель Никс, но здесь крипы довольно серьезно подпушили линию. Вместе с Дитя Ра. И в итоге Гостик будет встать под своим даун. Хотя получают клив. Ну и Эрроу залетает, точно. Ну, ТП зря, наверное, что-то делается. Очень зря, потому что будет подкапывать сразу Арзик. Если Нейко вовремя сохранил свой станчик, и в итоге минус 2 делают ребята из Нави. Довольно простые минус 2, опять же. Хорошая игра с Девса, не дал использовать Грейв. И, ну, заработал себе как раз дополнительный... Вообще, куда полетел Дазл, непонятно. Ну, то есть Сынкинг, он... Ой, Никса, он никаким образом все равно не засейвил. Там слишком долгий стан, еще у Сынкинга есть стан. Очень странное, не вполне понятное мне действие совершил. Но поплатился в итоге. И 3-1 Нави впереди. Сынкинг, который и так уже неплохо разогнался, продолжает отрываться. Все так, 3 асиста у него есть. Левел 4, немножечко приостановился он в фарме своего леса. Ну, вот больше сконцентрировал свое внимание именно на гангах. Сейчас отувех вроде как подставляется, так неплохо на себя байтил. Но надо было больше байтить, можно было даже поставить под Астрал. В итоге АПЗ просто отошел и снова не удалось этого Феникса подобрать. Ну, в общем... Да, ему бы самому Астрал этому Зевсу какой-то. Но есть Бэйн в команде. В общем-то, через слип комбинировать. Можно стал вариант. Две катапульты теперь видим снизу. Под пуш мог бы организоваться здесь, но, к сожалению, Тавр убил одну катапульту и вторую тоже. Под пуша здесь не будет. Более того, еще и Бэйн потянулся сюда, и Мирана тоже здесь. Ну, Вард хорошо стоит. Да, да, вот Вардет стоит и видит прекрасное перемещение. Ну, вот чем цеплять? Вот, возможно, только Йол им. Йол может сцепить, юзать сноубол вместе с Джаггером. Запрыгнули, стрела уходит опять-таки в никуда, родстайл. А там ТП. И на развар, скорее всего, будут снова убивать. Ой, сейчас так больно к Джаггеру-то будет. Он сейчас может просто отъехать, ему дают Грейв. А сейчас будет ультимейт. И нет, нет, выхиливает Седой. Ну да, все-таки боялись то, что Зевс утонет. Захилили по максимуму за момент Грейва. Если он не слэшит, что Гернаута, вот он идет как раз-таки. Ой, да ладно, ультимейт же до вехов никуда, боже. Из-за того, что сноубол был проюзан, такие минус один, минус два делают Фантастик Пайв. Ахмо, есть лип, на всякий случай должен уходить. Просто сноубол. Очень круто засчитали это передвижение. Просто вот то, что два героя пойдут на мид, понимали, что они в чистом поле сильнее за счет умни слэша. Еще и вот так вот замечательно сноубол скомбинировался. Возможно, даже он кого-то продамажил своей ультой, но ульта-то первая, на самом деле, дэмэджа там, ну, пока что не так много. В отличие от умни слэша. Вот мне показалось, что вообще урона они нанесли этим трем героям, которые на сноуболе закатывались. Вот в миде, возможно, Феникс, там и на топе Гостик немножко пострадали. Опять же, да, из-за того, что лево первого ультимейта, не особо это было страшно, скажем так, для соло-позиций. Ну, в итоге сравниваю, что Фантастик Пайв неплохо сыграно. Видим, что Джекернаут свой должный фарм получил, два лишних фрага у него также имеется в копилке. Ну, антима, конечно, по красоту чуть получше, но между ними, видим, разница не так уж и велика между этим керри. Всего лишь 200 монет, что не критично. И смог от Artstyle и Санейка на топ. Будут выходить на Гостика. Гостик, Гостик, увидел, увидел, смог ревизился, и Гостик убегает. У него сам убежал. Быстренький. Да, и тут сразу Санейка садится в песок, понимая, что, ну, никого здесь не поймать. Дает Artstyle у левел, который все еще четвертый. Ему, конечно, побыстрее двигаться к шестому надо. Да и самому Санейка все-таки не помешает лишний фарм. Тем временем поймали у нас ОД. Из-за, точнее, четыре героя целых. Но они разворачиваются, потому что не успел подойти никто застанет. И теперь Artstyle уже. Сейчас будет слипать. Слипает. Гостик. Стрела, подкоп-то есть, конечно, по Санейку, но толку, если Шадовех раскладывает просто за весь свой прокаст и минус Тускар. Ну, вообще, да, тут вот такая проблема у Фантастик Вайфа прежнему существует. То есть, они вроде бы и взяли, не кстати, себе на ласт пик, и он должен дизейблить. Но если он не успевает под ОД подойти, не успевает дать стан под Астрал, то вся вот эта вот комбинация рушится у Фантастик Вайфа, и сцепить кого-то уже практически невозможно. Ну, он все еще не шестой для него. Ну, ему нужно обязательно шестой получить, потому что это не дело. Пятый, там, с половиной левел на 17 минуте. Бэйн практически такого же левела. Это очень мало, конечно. Ну, Бэйн четвертого пока. Ну, вообще, да, шестой, конечно, нужен с оффлейна. Чем быстрее, тем лучше. Ну, Тахмо, например, шестой уже есть. Правда, ему ультимейт не так критичен, наверное, все же. Ну-ка, посмотрим. И тоже не умеет делать отводы у нас товарища Ахмо. Ну, не знаю, можно целую коллекцию, можно нарезку видео вообще сделать. Да, да. А то, как профессиональные игроки вот этот вот стак пытаются на спауне сделать. Круг геймера есть. Да. Вот реально. Я могу даже вспомнить все игры, в которых я видел, где так как сильно ошибались проигроки. Как тут не получается, кстати, стак? Там снизу в тюрьме 3 ТП. Слушай, под инвизом Томираны заходит. Слип седоба далее. Приходится сам Нейка, должен будет подкапывать. Приходит также Ахмо, должен по таймингу давать еще и стрелу. Но не по таймингу. Не по таймингу, что и просто уходит, ставит хилингвард и будет жить. Что-то Ахмо там почесался еще, подумал. Вместо того, чтобы просто давать стрелу, могли спокойно забрать. Ну и что? И в итоге теряют вышку. Никто ее даже там не заденел, хотя могли попытаться сделать фракт на Джиггернауте. Не факт, что получилось бы, учитывая, что там стоял рядышком дазл. Но попытка могла бы быть. Но все равно тайминговые способности давать надо, конечно. Там Ахмо зажали, айшардайме. Седой идет, Седой мне слэш выдает. А Ахмо вот теперь уже безлипа. Правда, секунда осталась, секунда. Нет, не успел заизать и его смело. Под этим Блэд Фьюри, под этим танцем мечей. На миде. Выход на ОД. На минус ОД. Но он успел купить себе, конечно, мидасик. Но вот слабость у этого героя, она как была, она, в общем-то, так и никуда не делась. Он очень уязвим против агрессивной игры, против гангов. И очень хлипкий. Практически нет никакого эскейпа. Есть вот этот астрал, но не особо считается. Копает Санейка для того, чтобы не дать забрать рунную регенерацию. С Никсу. Но Никс и так был в Вендете. Точнее, убежал, да. Убежал, да, убежал. Вот как раз поэтому Санейка и давал. Если он там стоит на роне, чтобы не успел взять. Ну да, подловить хотел. Но тут не очень-то получилось. Вообще, Гостик, если бы там подставился под этот вот Бороу-Страйк в темноту, то там еще и молния сверху Зевса, и Гостик, он просто погиб на своем. Инвизи. Было бы то такое. Да, мы совсем позабыли про то, как фармить антимаг. А антимаг-то фармит хорошо. У него персвиренс есть. 1-0-1, да, есть. 2-0-2200 муниан. Последовательно на БФ появится совсем скоро. И за счет того, что много активности Na'Vi предпринимают на вот эти первые 10 минут игры, то есть и в миду принимают участие в файтах, и снизу пытаются гангать. Немножечко ребята из Fantastic Five отвлеклись. Отвлеклись и на антимага забивают. Это плохо. Это потом скажется. Ну да. Ну, Джаггер, конечно, вот из плюсов то, что если он БФ зафармит, он тоже довольно быстро фармит. И, ну, он способен там антимагу какую-то ставить конкуренцию, в отличие от многих кэрри. И фармит, и в битве потом. Ну, все-таки АМ, конечно, побыстрее должен. Просвечивает Зевс всех ультимейтам. Кстати, меня тут поправляют. Да, все-таки там, видимо, Мирана просто пыталась фармить, а она на 35-й секунде хрипа хоть их отводила. Я просто на этом зациклился, постоянно, как вижу, что не сделаются здесь таки. У меня сразу начинает возгорать. Нормально. Нормальное явление. Возгорание. Ну да. На самом деле, конечно, почаще бы фармить ему этот скэмп. Я вот так смотрю. Ну, довольно-таки много Ахмо передвигается. И мало у него действий. И можно было бы действительно поднять чуть больше золота. Потому что, как ни крути, для Халарглей Мирана у него маловатный творц. Его уже Никс догнал. Ну, Мирана-то может способно фармить гораздо больше. Ну, типа, тут-то все, конечно же, зависит от того, какие цели поставили Нави. То есть, они будут все рассматривать эту патму как еще одного семи керри, который будет Лейте помогать их из уронов наносить. Или же все-таки Мирана, который вот сейчас будет активно. Любой, да, напали. Сомни-слэшер, разобрали его, Сидой уже делает именейтинг. Ну, и здесь Мирана, понятно, делает помощь, ничем не смогла. Даже если бы дала Монлайт Шадоу, там задержка до Инвиза без плане секунды. То есть, в любом случае, не спасла поэтому самого Бейна. Но при этом Антимаг, опять же, получает свой БФ уже. В отрыв от Джиггернаута на 500 монет уходит Дитяра. Ну, и вот он раньше, чем Джиггернаута, купил себе самые Battle Fury. А значит, и фармить начнет сейчас лучше. Отрыв будет увеличиваться. Санейка в спину. Санейка в спину. На Гостика может получиться. Есть мановоид, случилось чего. Санейка ждет в тот момент, чтобы ворваться. Но, правда, эпицентра-то, конечно, нет. Есть прострайк. Вообще-то, а, вы разобрали, Санейка выходит и не поспевает. А рейндж... Ой, да ладно, какой рейндж-то, боже. И разобрали. Я думал, что рейнджа не хватит. Ну, краюшку он сам зацепил. В итоге забирает фраг. А можно дальше. И, кстати говоря, еще могут на Джаггера выйти. Джаггер. Где же твоя реакция, Джаггер? Джаггер не реагирует и умирает. Боже, на одной и той же точке. Двух пор героев разобрали, ребята, и знали. В общем, с разницей в несколько секунд. Плохо. Очень плохо. Вот, на мой взгляд, правильно все-таки делает Зевс, что он забирает все вот эти киллы. Во-первых, он контролирует, чтобы там никакого подхила не было, чтобы хватило дэмджа. Во-вторых, все-таки, ну, для Зевса важно, чтобы он от УД не отставал. И, как мы видим, у Дэс Митасиком его потихонечку опережает. Но из-за того, что у Зевса 5-1, ситуация неплоха. Ой, как же больно Тусику здесь. Мирана даст стрелу еще. В надежде. Ну, нет, он идет. Такая халявочка залетела. Могла бы залететь в Йолу, но Йол дошел. Ну, да, в общем-то, Зевс, действительно, зарабатывает очень много денег с этих киллов. Он держится в надфорс тоже хорошо. Вторая позиция у него в своей команде. Форстаф уже имеется. Так что где-то даже со сейвить своих тиммейтеров можно будет. Дальше. А проблема с тем, что там какому-то Санкингу не хватит, как мы видим, нет. У него уже Блинк, и, в принципе, Санейка всем доволен. Блинк и 8-й левел. Если бы он был недоволен, он мог бы Баунтируну сейчас забрать, взять себе Эпицентр, наконец, с первого уровня. Но ему пока что хватает. Артстайл сидит в кустах, ждет, когда придет сюда хоть кто-то, и будут они пытаться убивать. Но Санкингу нужен Эпицентр, потому что если будет Эпицентр, они убьют любого абсолютно через комбинацию. Ну да, вот того, что вот Санейкой очень хорошо играет на Санкинге, мы уже убедились несколько матчей тому назад. Что интересно, да, вроде казалось бы, Санкинг это не что иное, как жадность. То есть ты берешь себе лесника, героя, который там в лесу должен стоять и покупать себе Блинк Даггер. Но немножко другой геймплей у Na'Vi, у них Санкинг всегда активен очень, всегда перемещается по карте, всегда помогает. И этой жадности, в принципе, не чувствуется. Ну и тайминговый Блинк Даггер все равно он себе выносит. Здесь все надо улететь. Он подумал об этом, но нужно ему сейчас улететь. Не видели кого-то. Он же смог. Курьера могут переплатить в Курьер. Да, Курьер падает. Там были Морбит Масочка и рецепт на Владмерс для, конечно же, антимага. Не критично. А им главное, что заформил свой БФ. Все вот это вот он поднимет чуть позже. Но Курьера потеряли. Могли бы не потерять на самом деле, если бы Зев сультанул чуть раньше. Ну, Курьера-то и не супер важно. Тем более, что сейчас идут забирать вышку, но Нави уже подняли вышку снизу. Да, размен будет. Размен, антимаг тоже потянулся, помочь своей команде. В общем, тир-1 на тир-1, мы разменяют. Все будет окей. Ну что ж, у нас 18 минуты игры позади. Видим, что 2000 ведут Нави. Ну, такого сильного преимущества у них в принципе пока нет. Допонентам. Все довольно ровненько. По счету фрагов мы видим тоже все довольно одинаково получается. Посмотрим, что будет дальше. Все же, как вот показывает практика, антимаг быстрее нафармив БФ. Довольно серьезно в отрыв ушел. Плюс ко всему, не забавим, что Джиггернаут погиб у нас разочек. Что тоже неприятно. Так что там уже разница между ними получается, порядка 2000 монет. Ну, вот когда он погиб, разницы такой большой не было. А вот с момента покупки БФ, она как раз существенная. Джаггер только сейчас себе приносит от БФ. У антимаг уже Владмир есть в Куре. Ну и там почти Яша. Да, да, да. Отрыв довольно серьезный. Уже по артефакту даже получается. Ну, вот этот тайминг, он довольно серьезно поможет. Нави быстрее, скажем так, вот развить своего кор-героя и выигрывать файп. Так, езжается Инвиз, Смоллайт, Шадоу. Что будут делать Нави? Нави в попытках подловить кого-то. Вот в мидл увидится дома. Хорошо, можно зацепить. Санькин готов, Лимиран, потому что подкапывают двоих. Хорошо, ведь прокасты Тазл съедают очень быстро. Есть сноубол, но это скорее всего будет тайбол. Потому что пускар идет и залетает на свою верную смерть. Его там просто разбирают под тир-1. Ну, вот так хорошо реализованный ультимейт в исполнении Ахмо. Получился. Очень круто и нежадно играют в Нави. Вместо того, чтобы там пытаться Джаггера зацепить, саппортов, которые его могли бы засейвить, забирают 2 килла и вполне довольные собой расходятся по линиям. Все здорово. Ну, а Фантастик Пай перестали сами гангать как-то. Они все больше нацелились на фарм. Стоит там отчаянно пытался нафармить себе Battle Fury. С Мидас, с Матфол Дваур тоже хотел вынести себе хоть что-то. Вот купил Форстап. Но вот пока они себе эти айтемы вносили, они в темпе довольно серьезно проиграли. Довольно пассивно было все. Фармили, фармили. В итоге за это их Нави наказывают. Гангают и убивают. Вот у Никса еще очень-очень долго до Блинк Даггера фармить. Йоу с одной шапочкой бегает только. Да Никс вообще, ну он не выполняет ту функцию, ради которой он брался. Вот еще одна смок-атака. Ну если она не получится, будут большие проблемы. Сейчас видят антимага, пойдут на него. Что у нас у Зевса? У Зевса 20 секунд ультимейт, тайминг хороший. Антимаг по-прежнему палится. Но антимаг здесь должны забирать. Но антимаг... Да боже, убейте ты его. Вот же он, Сноуболл пытается уйти под Тир-2. Дитя Рай, есть ТП. Валрис Панч, Фейст, Расказ. Он не слышит, Слип! Слип почти спасал. Нет, все-таки добивает этого самого Аэма. В ответ, конечно, падает Даззл. Ну и Фантастик Пай пытается унести свои ноги. Хотя может в спускном проходе пытается подрат, ставит Хилингвард. Шадоу Вех, есть у него ультимейт уже. Сжимают, так сказать, интересно, шортами. Как-то сад зажали, но отличный форстаф. Уже у кого-то есть Артстайл погибает от ОД, станет от Седова. Седой, такой ЗЗ, получается, стрелу. Стоит Хилингвард, слишком много дает этот Хилингвард. Нужно отступать, конечно. Размен очень плохой для Нави, они потеряли Аэма. Но хороший выигр, наконец-то, в самоках получается у команды Фантастик Пайф. Они хоть немножечко ситуацию выправляют для себя, потому что проигрывали довольно серьезно. Ну и разрыв сократился как раз-таки между Джекернаутом и Антимагом. Что на руку, конечно, подать Фантастик Пайф. Неплохо, неплохо вышло. Сразу же Седой смещается на топ, фармить крипов. Мид тоже придерживает, чтобы тавер не отдать. Тоже абсолютно правильно. Акостик пытался подставиться под Старшторм, чтобы зацепить Ахмо. Не вышло. Это очень интересный билд у Ахмо, посмотри, да. То есть Брейсер, Аквилла, Мэджик Вонт и 2100 голдей. Вопрос, что? А, Мидас. Ну да, Мидас. Я вот тоже подумал о том, что игра так неспешно идет, что Мидасик здесь будет. Ну как вот эта Мирана со своей стрелой, она с Мидасом через 10 минут она соберет такие артефакты, что будет просто с руки убивать. Не будем забывать, что у нее 3-3 прибавка к Агилити. Она, конечно, не очень прочная, но хороший радиус атаки. И вот эта прибавка, она даже раньше, в принципе, без прибавки вполне неплохим керри была. Но сейчас это просто жесть. А Тимак заходит на Рошана, но понимает, что с Рошаном биться тяжеловато, не уходит. Ну что-то как-то, да, без КП он остался, пытается отхилиться от нейтральных крипов. Есть хорошие стаки на Энш, это хыбу зафармить. Ну вот, Тимак. Тут больно будет сейчас, если у него просто разница. Вот так вот аккуратненько пытается с хайграунда подфармить. Так можно. Здесь зафармит, зафармит, причем довольно-таки уверенно. Всех этих крипов демидж уже довольно-таки много, с Владмирсом хороший отхил. И забирает довольно-таки быстро. Так, ну, понятное дело, что дальше манта стайл у нее появится, да, уже станет боеспособным более-менее тот самый АМ. Не так страшно, даже уже какие-то у меня слэши можно будет эвэйдить с помощью манты, часть урона, забрасывать из себя. Не стал задничать, не добил дракона, потому что за ним уже выходили. Ну, там Никс был, он его увидел и понял, что лучше отойти, и он абсолютно прав. Юл тем временем фармит себе Сенкинг, Форстаф у нас уже есть, у Зевса тоже фармит Юл. Ну, Нави играет в том стиле, в котором они вчера играли, в общем-то, очень похоже. Вот эти вот супермобильные герои, немножко другой пик у соперника. И я бы сказал, что этому пику гораздо проще против такого играть. Просто потому что все сплы, они взрывают очень быстро у Фантастик Файв. Там ОД свой спл кастует. Ну, в общем, да, у Нави геймплей особо не меняется. Цветок, кстати говоря, пошел через Сенчин Яшу. Так, вот, БКБ есть ОД. Ну, слушай, уже серьезно, айтемы на корт-героях появляются, типа и способные товарищи. Ну, и немножко приостановили свои движения также Нави. Смоков уже не юзается никаких, просто идет фарм. Дитя-Араба, прежде чем, он фармит под вардом противника. Мы, кстати, могли понять после того, как антимага поймали в его же лесу, что там вард стоит. Ну, Шадоу Вех пошел в Инвизик. Кстати говоря, тоже у Нави есть довольно хороший вард в чужом лесу. Видели, они фарм у Т. Сейчас Шадоу Веху главное на сентре не наступить, он наступает. Так, 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 сейчас вот сюда его просто найдется, он мне слэш приезжет. Оп. Он мне слэш, форстав и юл. Так, будет пока жить. А дальше как уходить? Да, все, подкатит и умирает. Очень легкий фраг. Ну, я не знаю, Шадоу Вех, ну, наоборот же. Сначала юл, потом форстав. Почему так, что странную комбинацию он выбрал, почему сначала зафорставился от Джаггера, не совсем понятно. Ну, не ожидал совсем, психанул, нажал все кнопки, умирает. Плохо сыграно, не нужно вообще было туда заходить. Что он там искал, непонятно. Вообще, рассчитывал, судя по всему, на то, что он с форстава уедет из-под зоны слэша. То есть, эффект этого действия прекратится. Ну, такой себе шанс. Перепрыгнул, судя по всему, в итоге все равно. Прямо, скажем, такой себе шанс уехать с форстава. Непонятно, что он там делал. То есть, даже если подумать о том, если бы он кого-то нашел, вряд ли бы он кого-то забрал. Единственное, что он мог, это вот так вот наступить на сентре и умереть. Но ошибочка не слишком серьезная. Здесь вот пока что самое крутое решение принимает Ахмо. Потому что, ну, в игре ничего не происходит, по большому счету. Никаких суперважных драк, ничего такого. Он просто фармит со своим Мидасом, и его Нетворс уже, ну, скоро там Сенкинга догонит. Потом, я уверен, и Зевса догонит. Да, и перегонит даже. Потому что сейчас, как мы видим, по Нетворсам фармят лучше те, у кого есть Мидас. Смотри, в Смоках заходят. Там, да, там, кстати, можно. Стрела-то, конечно, залетела. Бэйн встречает здесь Гостика с Липом. Пошел ультимейт Зевса. Артстайла пытается приговорить. Карапаси хорошая. Артстайл погибает очень быстро. АПКБ прожал ОД. Идет пробивать Шадоу Вега. Шадоу Вега нужно уходить. Поднимается в Юл. Там Дитяра разбирается с Идым. Есть... А, нет, он не слышал еще в откате. 22 секунды. Но уже двоих потеряли на Ви. Будет тяжело. Астрал спрятали. Санейка просветили. Санейка пытается уйти. Снова в Юл. Он себя поднимает. Есть стрела в БЗЗ. Подхилы. Арзик на месте. Хоть и Даззл здесь драться нереально. И в итоге уходит на Ви, потеряв двух героев и не добили Рошана. Ужасная позиция. Именно за счет этого выигрывают Драку здесь в Фантастик Файт. Несмотря на то, что там и Бэйн полностью разлучился. И даже был дабл демэдж на антимаге. Но слишком позиция была плоха. Разбирает Рошану. И в очередной раз Девск, как говоря, падает. Уже второй раз в ряду за последним игре. Очень приятно. А вегис. Халяву достается в Фантастик Файв. Шекер наут. Покупается сразу же по КБ. Ну пока только Горклаб Метрио Хаммер. Все круто. Фантастик Файв начинает переворачивать эту игру. И посмотрите на этот камбэк по графикам. Проигрывали 2,5 тысячи. Сейчас ведут уже 2,5 тысячи. То есть разницу в 5 сделали за последние 7 минут получается. Ну да, хорошо. Хорошо, только единственное все-таки то, что нами чуть-чуть вели. Сейчас они чуть-чуть проигрывают. По факту, опять же, большого преимущества ни у кого нет. Интересно довольно работает у Девот этот новый. У него уже есть БКБшка. Наворовал он там в драке 35 интеллекта, что довольно неплохо. Да, Мирана продолжает идти к осознанию того, что в этой игре торопиться некуда. Поэтому покупает еще один артефакт на экономику, который будет экономить деньги на ТПшке. И делать ее еще более мобильной. Это ТРВЛА. Ну и сейчас с ТРВЛА продолжат свой фарм. Ты знаешь, как-то вот странно смотрятся, опять же, те же самые герои, но в одной команде. То есть, казалось бы, с одной стороны, это Зевс и Сенкинг, в которых айтем билд был направлен на то, чтобы убивать и уходить после этого, да? То есть, бесконечно гангать противника. И Мирана, которая покупает себе артефакты на то, чтобы просто фармить. Но это по ситуации, скорее. Ну, по ситуации это понятно, да. Но вот мы видим, как Зевс уже просел. Сенкинг тоже по Дэдфорсу просел. АЛД все идет вперед с шкернаут. Ну, тяжело. У Зевса уже новых артефактов давно не появляется. Да, будем честны, что здесь Зевс с самого начала игры проседает. И он только за счет фрагов поднимался. Плюс ко всему ОД Медасику Зевса его нету. Ой, дитя Ра, может допустить ошибку сейчас. Был блинг. Крипов, его подкапывают. Поизон тач, сноу-бол, валрос панч. Не выпускает из дизнейбла. Ультимейт ОД. И все-таки они его убили. Все прокастовали, все очень таймингово. В итоге урона хватило. Классно. Ошибка, дитя Ра. Ну да, он что-то совсем странное делал. Вообще, то, что делают Na'Vi в последние пару минут, это какие-то странные вещи. Но и сейчас Фантастик Файв могут их наказать очень жестко. Расводят на байбак антимага. Самое главное, чего не хотят сейчас добиться этим заходом, сколько нужно посильнее налечь на этот тавр. Заставить Na'Vi поверить, что противник сейчас вам будет вносить в сторону. Ну, знаешь, как Санек играл, он взрывал все время из леса каких-то героев. Сегодня вообще этого не видно. За Na'Vi пока что вообще 0-0-8. Так, нападение. Седой, есть умни слэш, дает умни слэш. Куда уже он пошел-то, боже. В EOL и в Sleap уходит. Это умни слэш, по большей части. Ну и с той. Блэд Фьюри такие... Батл Фьюри, точнее, не заюзав. Убил. Бейна. Сынкинг, с эпицентра, за Йолом. Ну, вроде пробивает. Должны убивать, должны убивать. Йол, да, Сноу был в откате, поэтому погибает. Тир-ты такие так не забирают Фантастик Пайв и, по-моему, стоит отступить. Стрела туда. Да, зла. В гости снова неудачный врыв. Тир-ты разобрали, в итоге отходит по ТТПФ. Ну, так, со-соу получилось. Хорошо, конечно, аура вот этого вот D дает там всем бесконечную ману. В принципе, можно свои тапки уже начинать выкидывать. Ну, тусик будет Грейвзи делать, а больше никому аркантапчики здесь и не нужны с такой игрой. Может быть, как раз-таки Никс что-нибудь себе другое соберет чуть попозже. Ну, слишком там много маны, когда ты играешь в пятером. Если бегаешь рядом, туда... Ну, Никс может сменить разве что на Трава Лаг. Это последствия, более поздней стадии игры. Ну-ка, папу с Арканы. Купай, что-то старается стараться. Дитяра еще пару тысяч отдают. Это уже преимущество 5000. Вот это уже более серьезный перевес, с которым возможно что-то делать. Ну, нами здесь огромный потенциал, конечно, сплитбурша. С другой стороны, вот этот Никс Ассасин, он признан наказывать. Он, в принципе, и убил антимага по большому счету в прошлый раз. Там суммарно, конечно, ошибка от Дитяра. Вот этот вот заход куда-то за противника. То есть, конечно же, хорошая позиционка Никс Ассасин зарешала. Сейчас видит, кстати говоря, Арт Стайл. Арт Стайл пытается уйти, и команда должна его бросать. То есть, ну, не получится, наверное, хорошо подраться. Арт Стайл будет умирать. Остальные драмы идут только куда. Стрела залетает, Нима, Валдрас Панча. Арт Стайл еще брейнсап, еще слип дал. Но погиб. Немножко времени выиграл для своей команды, эти успели разбежаться только куда. Ахмо сплитит. Ахмо покупает себе драмы, конечно. Да, вот он сейчас развивается все лучше и лучше, но времени ему еще нужно очень много для того, чтобы стать более-менее боеспособным товарищем, чтобы носить уже урон с руки. Пока это только барабаны. Ну, еще, не знаю, еще много чего просто нужно, чтобы бить. Дитяра тоже предела своего еще не достиг. Ну, не знаю, по мне, Фантастик Файл сейчас намного сильнее смотрится. Конечно, антимагу нужен еще какой-то артефакт. Очень сильный ОД, который опережает Девса уже на 5000. Вот, но сила Нави в Санкинге как раз-таки сейчас заключается. Еще стоит отметить, что Мирана, она в принципе сильная, но пока что у нее два артефакта на фарм. Ей бы еще вот как раз немножко для того, чтобы эти артефакты на фарм превратились в что-то другое, более интересное. Ой, йол. А там 1200 хп, у Ахмо может просесть. Вроде бы дал липс, но Болн достает таки йол. А вот Валарас Панч не дал. Седой, сомни слэша, Ахмо дал ему лайк шару, но на него он поздно очень срабатывал. Слишком большой дилей, да, чтобы уйти в инвиз. Две секунды оказалось на втором уровне прокачки, но все равно этого оказалось недостаточно. Седой красавчик, отличный айтем в билд. Забирает Курьера. Ну вот теперь антимаг хорошо действует, как раз-таки отпушивает мид, не даст он здесь зайти. Нужно только крипов обязательно убить. Хотя вышки уже нет, в этом плане немножко тяжеловатся. Тяжеловато, да, и параки падают, и вряд ли получится их додефить. Давненько не видел я раскастов с Энкинга, не было эпицентров. Давненько Зевс хорошо не вкастовывал тоже. Нет драк от Нави. Нет игры первым номером, да, что называется. Нет активности. Ну вроде казалось бы, нет активности, это по карте есть. То есть они все пытаются сплитить, фармить Мирана, фармить антимаг. Это вроде круто, много перемещаются. Но вот конкретно действие направлено на убийство противника, такого вот мы от Нави уже не видели последние минуты 3-4, если не больше. Не хотят они гангать, не хотят убивать, хотят поиграть в лейтовую доту. Не знаю, вот уже лишились мид стороны из-за своей ошибки. Что будет дальше? Большой вопрос. Там БЗЗ уже, кстати говоря, в Хекс выходит. Вообще страшно. Объективно Нави хуже, конечно, смотрится, чем Фантастик 5. Да и хуже, чем они смотрелись вчера. Причем, ну, гораздо хуже. Ну, посмотрим, здесь все еще возможно. Опять же, герои у них хорошие и сильные спллы, которые могут зайти. На самом деле мы от Фантастик 5-то не видим никаких спллов. Ульт УД я чуть ли не один раз там за игру видел или вообще не было. Тускар, Джаггер тоже. Иногда половину спллов своих просто не уязают в драки из-за того, что драки как таковой и нету. Все время где-то одного находят, убивают и за счет этого ломают. Так и происходило. Фантастик здесь спятался, его пока не видно. Ну, сплитит опять же. Нижнюю сторону взяли под свой контроль Нави. Топ идут ломать Гостик с Сидым. Мид отпушивает ОД. Вообще не хотят команд друг с другом встречаться. Вообще. Они просто бегают. Долит рука от друга. За километр находится. Всех, видимо, все устраивает. Вот сейчас пошел Инвиз. Инвиз за что? За то, чтобы сохранить свой Тир-2. Если Ахмуб пойдет стрелой, будут ТПшки. Такой расклад. Но Инвиз уже спалили. То есть Дитя Ара заходит. Его присветили здесь. Просто нажал. Ну и Тавр пытается сломать. Неизается Глиф. На топе Тавр тоже пал. Но Нави придется отступать. Они вторую сторону могут потерять сейчас. Ну, посмотрим. Тут Нави-то тоже могут нормально побить. Да, решали. В любом случае вряд ли кто-то что-то потерял. Скорее можно было отдаться, оставшись на одной из линий. Но и для Аттимака отступить во вражеский лес всегда приятно. Он начинает догонять Джаггернал. Он уже почти догнал его. Как раз таки. Ценкинг 4000. Интересно, что в этот раз он возьмет. Разбивают смолк. Ценкинг берет гем. Полетел гем. Если сел Шотоплей, то там есть гем также у Фантастик 5. В руках Тускару. Это очень интересный артефакт. У него нету Форстафа при этом. Но есть Шадоублейд. Хотя обычно как раз таки используют Форстаф. Да, пробегают по Сентриан. Антимак вышел из Смока. Просто фармит мид. Ну, не очень удачная для Смока сейчас ситуация. Потому что как раз таки у вас все линии запушены. Кроме нижней. Только снизу кого-то можно поймать. Шадоу Вех сидит в кустах. Вообще тоже в кустах сидеть и Ценкинг, а не Шадоу Вех. Шадоу Вех где-то там. Издали может помочь. С стороны своей базы. Но не здесь. Что он здесь делает не совсем понятно. Денег он здесь не зарабатывает. Стоит. Просто стоит. Возможно потом за спину будет выходить и крипов вот так вот крипскипить. И пытаться их сносить. Чтобы не было пуши. И понятно. Понятно чем занимается Фантастик Пайп. Они заходят забирать Рошана. Правда под Вардом. Вард сейчас будет убит. Должен быть. Да, Вард убивается. Но узнает как раз в Нави. Затянуть время будут, потому что у них антимаг пушит очень неплохо верхнюю линию. Просто нужно затянуть время. ОД прожал по КБ. Уже неплохо. Пошел ульц. Забирают Рошу и просто не дать отступить. Мирана копает. Джаггер пошел куда-то в атаку. Арстайл и забирают. Да, арстайл и забирают. Почему-то антимаг не стал идти на Тир-3. Мог бы вполне снести ее. Решил пойти на Тир-2 к миде вместо этого. Ну там ТПшки были бы пораньше просто проюзаны. Ну вообще Нави с этого момента не вынесли ничего абсолютно. Ну немножко поспретил, да, антимаг заработал денег. Но остальные пострадали. В большей части. Сейчас имеют Аегис с Фантастик Файв. Все, что им нужно отпушить на максимально возможную дистанцию своей линии. И по одной из линий пойти заходить на хайграунд. Пытаться реализовать Аегис. Так, дитяра. Куда ж ты, дитяра? Беги, беги оттуда. Беги. Блин, Кесси. Давай тоже, да блин, Кесси. До конца. У меня слэш. Баш. И. Ну, БКБ прожал. Дитяра просто уходит. Тут Абисал, наверное, нужен даже. Но башка маловато. Ой, а то Санейка нашли. Санейка выкапывается. Санейка, вив, просветили, сноубол. И минусует его без байбэка. Фантастик Файв смотрели вчерашний матч, судя по всему. Знают, да, где может находиться Санейка. Очень хороший фраг. И все бы ничего, если бы Санейкой не было гема. Но гем был. Да, вот и Форстав бы ему здесь побольше помог-то выжить, чем Шадоу Блэйд. Не совсем я понимаю, опять же, выбор от пара. Почему именно Шадоу Блэйд? Такое ощущение, что он хочет просто по карте передвигаться более свободно. Свободно каким-то образом. Купил гем именно, чтобы сбить Ворды, чтобы его никак не было видно. И аккуратненько просто бегать по карте и занимать себе позиции. Но, как мы видим, не очень хорошо это работает. Ну, будет только просто гем потерял, да. В общем-то, теперь есть два гема. Что-то Блэйд вообще никак не работает. Выходит Артстайл, ультует Водей. Сюда же перетягивается Джаймер. Ой, хорошо, дитя Рад. Ты посмотри, просто взял, убил крипа, чтобы не было ТПшки. Дэп прожимает БКБ. На развороте Хекс Вартстайла пытается забрать. Будет ли ультимейт давать перед смертью. Получается еще Шелогрейв. Смертью даже ничего и не пахнет. Арзик будет давать подхил. Но кулдаун пока. И вот у Аегис лишается ЛД. И стягивается пешочком. Уже его команда Седой тоже прибегает. А нет, выходит это Найфи. И Седой остается мид отбушивать. Ну, нормально. Выбили Аегис за Артстайла. В общем-то, это размин очень хороший. Потому что сейчас нужно будет дефить базу. И с АИСом, конечно, заходили бы гораздо более уверенно. Куда-то побежал Санейк, но идут пушить базу. Должны это понимать. У Зепс очень удачную руну себе нашел. Аркан руна. Как раз-таки то, что нужно. Седому практически разбивают лицо. Сенкин копает. Форстайп Сенкинга. Опасно, опасно очень Седому. Сейчас будет он мне слэш. Через 3 секунды буквально. Изает БКБ, Хелинг Вард. Но пока есть БКБ, пока оно действует, нужно ТР-3 забирать. Ну и все, отошли. Да, Фантастик Пайп, подуспугались. Может быть, излишне понажимали свои кнопочки. Боялись. Да, как-то, честно говоря, да. Очень нервозно действует Фантастик Пайп. А на Ви как раз наоборот. Как-то так холоднокровно отбиваются. Очень нужен форстайп Санейка. Вот просто невероятно. Видно, что его приходится форстайпить из драки. И учитывая, что здесь каждый форстайп на счету может быть, когда ты отбиваешься. Думаю, что он его себе все-таки зафармит в ближайшее время. Посмотрим. Антимат, конечно, очень здорово поднимается за это время, пока бегают в пятером фармят. Правда, сейчас у него нет телепорта. И это немного опасно. Телепорта, байбэка нет. Случа чего. То есть он только что купил себе Баттерфлай. К слову, Джиггернаут. А МКБшки даже и не думал. То есть он уходит в Абисов. А нужно будет уже МКБ приобретать. Ну, в общем-то, выбор вот неплохой, но довольно опасно играет Дитя Ара. С учетом того, что он постоянно сплитпушит, неровен час может подставить какую-то атаку. Где-то его могут подловить. Болезненно. Ну вот с Анейкой вместе пока развлекает нижнюю линию. Пользуется тем, что очень тяжело зайти на рампу к... Ой, ну Кусанейка прям под Йола прыгнул. Ну что ж такое-то. Вообще, ладно, хоть это Синькинг, а не Дитя Ара погиб вот в этой точке. Потому что если погиб Дитя Ара, тут могла игра закончить сразу. Акбару там побейте кто-нибудь по щекам. Пусть он придет в себя. Он даже сейчас мог еще успеть копнуться в леса и как-то постараться там потянуть время. Ну что делал Тазик? Даззл в интересной позиции. Что он здесь один делает? Дитя Ара прыгает, находит его, конечно, с Манта Стайл встречает, с Монобойда разрывает. Непонятно, чем занимался здесь Арзик. Ну он вчера так уже действовал. Типа Space, куда-то пошел антимаг. Линкуется прям под Джаггера, жмет, Black King Bar, уходит. Минус БКБ, но Omni Slash Джаггер переживает. Шива тем временем появляется ОД. Интеллекта уже довольно много и ультимейт может болезненно пробивать. Решает снести второй, но себе и варк. Молодец. Да, развернулся, Ахмут точку сделал. Кстати говоря, вот ультимой торп у него есть, но пока полноценный Айтем Си не приобретает. Скорее всего, это будет Манта Стайл. Ну, мне кажется, это Хекс. Хекс, может быть даже и Хекс, да. Ну вот что-то мне подсказывает на то, что эта Мирана пойдет именно все-таки не в кэри билд, в такой, ну, дизейблерский вариант. Ну, типа, знаешь, это получается, что он всю игру фармит и фарм ради фарма, чтобы потом впоследствии на 45-й купить один Хекс и попытаться за счет него выиграть. Ну, это, в принципе, интересно, конечно, но, как по мне, тут помощь, конечно, антимагу, нанесение дэмэджа с руки будет нужно. Атака у тебя нюки-нюки, кастер-кастер, а с другой стороны БКБ-БКБ и понятно. Так, ну вот сейчас выход на ОД, он здесь вдвоем, а не... Ой, может быть, очень опасно. БКБ прожимает ПЖЗ. И на ТП-то не уйдешь. А, ТП и нет. ТП просто нет. А, ТП и нет, вообще замечательно. Сенкинг, замечательный стан от Санейка, он явно в отличной форме находится сегодня. Что-то вообще там просто с Акбаром поднимает ОД в воздух. Боже, не жалей будут выживать. Он овоет в Йолу, таки забрали его, есть Хекс на развороте, Санейка подкапывает ПЗЗ, раскосовывает эпицентр и Фин с гриппом держит ПЗЗ. Получает Шелло Грейв, пока будет жить, а долго ли? Ой, ну разворот, ульту выписал, какую больную! Сенкингай в Вейна! И посмотрите, что происходит снизу. Седой. Больно, конечно, от Деса, но продолжает лупить ТР-3. Да, доли секунды не хватило, чтобы убить этого ОД, просто выйти победителями из драки. Все равно, конечно, заработали много, но могли заработать гораздо больше и гораздо меньше потерять. Ну, Седой засплитпушил немножко низ, но на самом деле особого эффекта это такого не принесло. Все равно ничего толком не сломал. А вот потери как раз-таки кучи героев. Да, пингуют, что там Геммал остался. Гемм кто-то у Нави должен был забрать оттуда. Видим, что у Ахмо есть еще где-то один. Там он дважды выпадал. Ты смотришь, один гем, да, у Ахмо. У ребят из Фантастика 5 нет, потому что... Нет, его забрали курьером, скорее всего. Но он валяется на базе. А, наверное, это он. Да, да, значит, то есть перехватили все-таки Фантастика 5 свой гем. А, это Санейковский гем. Подожди, это Санейковский гем. Да. Так его вот выбили как раз-таки... Его выбили из ОД? Или из кого-то? Из Йола. Из Йола. И при этом почему-то не забрали. Очень странно это смотрелось. Хотя, возможно, забрали и этот гем лежал на фонтане. Ладно, не буду сейчас утверждать. В любом случае, в Нави хороший отрезок провели. Так, Артстайл выходит. Забирай. А там щитой с дабл дамажем. Щитой с дабл дамажем. Удар один по Артстайлу. Табл крит. 90% ВХП потерял сразу. Есть Абисал в Ахмо. И... А все дизейбли находились. И Ахмо в итоге дает лип. Сразу же из Айттебау. Дима Лайд Танел. Сейчас расконтролил очень хорошо. Прямо поднял там, кого нужно. Подкопал. И Ахмо сам успел дать один хекс. Здорово сыграно. Могло бы быть тяжелее. Санека в Инвизе. Дазл. Копает его. Антимаг уже здесь. И... Дазл поднимает в воздух. Но антимаг его... Разберет, конечно. Да, тут... Вопрос опять. Боже, Арзик, неужели уйдет? Тегем. Ха-ха-ха-ха. Сын Кинг его в итоге этим... Пассивкой, да, я так понимаю, сломал. Лопнул. Лопнул, да. Не знаю, что делать Дазл. Вот буквально недавно... Погиб на меду также один. Будучи где-то там отпушил линию на топе. То же самое сейчас произошло. Без команды. Костик, тем не менее, в Шадоу Векто нашел. Подкопал. Маны немножечко лишил. Но команда далековато. В итоге не получилось ничего у Костика. Точнее, у него не то получилось. Команда рядышком не получилась. Ну, какая-то непонятная у нас эта карта получается. Вот что-то вроде бы и друг друга команда убивает периодически только за счет того, что много ошибаются. Причем вот этот другой коллектив. Так-то вот немножко сумбурно. Видимо, ребята только еще распликиваются и находят, скажем так, свою игру. Ну, судя по всему, заходит на Рошана антимаг. С бабочкой, конечно, он довольно бодро его вырубает. Но есть сигиль. Сигиль бы неплохо было сбить. Антимаг продолжает провоцирует выход на Рошана. И Ахмо уже здесь. Что делает Ахмо? Ахмо просто сливается. Ну, а БКБшки прожали. Седову-то лишают МП. Седов хотя бы от БКБ был МП он не лишает. Седову не за это мне слэш. Ну, антимаг просто выпрыгивает. Седову лоу ХП. Хеллингвард поставил пока жив. Глимиркейп его тоже спрятали. Шатоу Вех у нас без шансов в таверну. Ну, и минус 3 сделали. Что он делал в Рош Пите? Что вообще делают? Знаю, сейчас что сделал Ахмо? Просто вышел, отдался. Затем отдается еще и Бэйн в Хигсе. Потом каким-то мифическим образом Зевс оказывается в Рош Пите. Вот я и говорю, Сомбур. Ну, и как бы за такое просто нужно наказывать. И прямо сейчас выигрывать эту игру. Если, ну да, тут пытаются, пытаются, конечно, не дать. Гостик, Санейка. Кстати, спалился Санейка тем, что крибы его видели. Потому что у Санейка есть гем. Гостик сам вроде бы в этом виде. Санейки пытается уйти. Подкопчик такой. Халяву пытались поймать, не вышло. Ну, крипов чуточку уничтожил Санейки. Возможно, пуш приостановит из-за этого. Очень хочется поймать. Ну, на самом деле, вот эти два крипа сейчас в этот Бакдор защиту и снимут. Ну, я думаю, мид-то можно отдать этот ранжовый барах несчастный. Да, его даже через Бакдор защиту, на самом деле, пробивают. И сейчас пойдут на другую сторону. Но Зевс уже выйдет. Можно будет драться. Надо будет драться. Надо будет драться. По поводу ультимативных способностей. Все готово у Нави. Там только у Седового Мислэша нет. Но Тир-3 уже сломался очень быстро. Зевс у нас появляется. БЗ пошел вперед. Хиксует. Дитя Ара получает Финс Грей. Подкапывает тут же Артстайл. С огромной дистанции это делает Никс. Сноубол дальше Дитя Ара нажимает БКБ. Почему-то опять-таки пытается убить Седово. Седово просто получает Шелло Грей пока будет жить. В Седово есть Сир. Сир юзает. Но у Мислэша нет. Находился под Абислом. Теперь на развороте. Сам Дитя Ара будет убивать Дитя Ара. В итоге проседает. Да ладно, ушел на блинке. Осталось буквально 100 хп. Не добили его. Мирана тоже уходит. Синькинг сделал байбэк. И Бараки. Вот Эпицентр пошел. Санейка. Сноубол спасает своих тиммейтов вновь. Йоу. Хилингвард позади всех выхиливает. Мановоид неудачный. Кого он ему дал вообще? Никса. Никса с полной маной. Никс копает. И Дитя Ара минус. Ну, это 1-0 должно быть. Потому что здесь уже не отбиться. Втроем. Вдвоем остается Нави. Битый антимаг будет вынужден возвращаться на базу. Здесь все фуловые абсолютно. Качественность седой сыр. Ему уже вернули его артефакты. Я не знаю, кто там, что у него забирал до этого. Ну, какая. Вот седой как раз, по-моему, был один из немногих людей, кто сыграл эту игру довольно-таки хорошо. Надежно. Надежно. И какое преимущество это дало его команде? Можно, в принципе, в некоторых моментах посмотреть и увидеть. Да, Нави. Ну, заслуженная победа Фантастик Файв. Что здесь сказать? Нави, конечно, много вопросов к их игре. Но вот с Фантастик Файв очень здорово и, в общем-то, и пикнули. И видно, что подготовились к матчу. Потому что вот эти вот постоянные чеки в лесах, они не раз находились с Анейко. Это, на самом деле, такая, как бы с одной стороны мелочь, которая привезла огромные там... Ну, дала огромные дивиденды. И 1-0. 1-0, да. Фантастик Файв действительно показали хорошую игру. Нави... Ну, я не знаю, то ли в отсутствии Дэнди, то ли просто пока в первой карте у них не сложилось. Что-то с Анейко себя не проявил так, как он обычно проявляет себя на Сент-Кинге. Да, дитя Ра, всю игру пытался фокусить, все замесы этого самого Джиггернаута под КБ выглядело так себе, когда сзади стоит Даззл и просто его сейвит. Ну, в общем, много всего, да, непонятного. Там Мирана видел. Ну, я думаю, что Нави должны будут сейчас подсобраться просто на второй карте. Напоминаю, что счет в серии 1-0, это Best of Pives. Соответственно, у нас будет еще вторая, третья карта. Как минимум, может быть, еще четвертая, пятая. Мы будем смотреть, мы будем ждать. Будете ждать также вы, так что никуда не расходитесь. После короткой паузы мы с Вовей обязательно вернемся в Вейф. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok